Песня В феврале этого года Москва встречала участников второго международного фестиваля российских соотечественников зарубежья «Русская песня». В российскую столицу прибыли исполнители и творческие коллективы из многих стран мира. Все они прошли предварительные отборочные конкурсы. Как говорил Бунин, наш человек и чужую песню сделает русской, вложит в нее всю свою огромную душу. Вы знаете, потрясающая возможность, во-первых, встретить старых друзей, с которыми мы уже познакомились два года назад. И очень интересно сейчас в этот приезд гораздо больше возможностей познакомиться. Отчего, отчего, отчего нас так светло? От того, что мы не играли в переулку. Отчего, отчего... Потрясающие новые встречи. Люди, идеи. Подглядываешь к песне обработке, смотришь, как люди работают. Организаторами фестиваля выступили Международный совет российских соотечественников и правительство Москвы при поддержке правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сюда приехали более 500 человек из 54 стран мира. Это существенно больше, чем приехало в прошлый раз. И это тоже воодушевляет нас и дает нам основания верить в то, что идея благодатная, что она поддержана, что она увлекает. И я думаю, что это будут удивительные дни, которые наверняка войдут в историю вашей жизни, как одни из самых ярких дней свидания со своей исторической родиной. В фестивале приняли участие многочисленные фольклорные коллективы из ближнего и дальнего зарубежья. Все они бережно сохраняют музыкальные традиции русского народа. И вот мы с учениками нашими ездим в экспедиции к старообрядцам Литвы. Даже выпустили уже и книгу поют старообрядцы Литвы, и несколько дисков. И, в общем-то, часть репертуара у нас как раз-таки культура старообрядцев Литвы. Участники фестиваля одновременно выступали на десяти концертных площадках. В концертных залах, домах культуры и театрах Москвы звучали русские народные песни, романсы, произведения классического репертуара, эстрадные и авторские песни. А что касается творчества, то мое творчество, несмотря на то, что я уже 16-й год жил в Израиле, оно на русском языке. Мне это ближе, я это понимаю, и я песню, когда пишу, я ее чувствую. Я пробовал писать на ибрите, у меня не получается. Не потому, что я не знаю этот язык, я его знаю очень хорошо, но мне кажется, для того, чтобы написать песню на каком-то языке, ее нужно не просто, скажем так, механически срифмовать, а прочувствовать и прожить. Организаторы фестиваля изначально рассматривали его как крупную международную акцию, посвященную 65-й годовщине Великой Победы. Поэтому в репертуар многих исполнителей были включены песни военных лет и песни, посвященные Великой Отечественной войне. Холода, тревоги, а степной бурья Знать не можешь Каждый день участников фестиваля был плотно насыщен событиями, репетиции, концерты, мастер-классы. Кто из вас очень внимательно смотрит на артикуляцию, то, что они делают? Много сейчас певцов и певиц, которые вы понимаете, когда они поют на сцене, о чем они поют? Половина дикции никакая. И поэтому очень важно, не только в хоре пятницком, Счастье великое для всех нас будет. Если выходит какой-то ансамбль, хоть понимать будем, о чем песню по ней. Потому что как начинаем возить ртом, пропадает жесткость, жесткость дикционная. Рот, сестрицы, примите меня! Через год хор имени Пятницкого будет отмечать 100-летний юбилей. Знаменитым коллективом накоплен бесценный опыт исполнения народной музыки, который представляет огромный интерес для всех поклонников русской песни. О, может, ты на свете лучше всех, Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь. Может, ты на свете лучше всех, Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь. По замыслу организаторов, фестиваль «Русская песня» — это не только музыкальное мероприятие. Его главная цель — объединить наших соотечественников, познакомить их с историческими и культурными достопримечательностями Москвы. Приезжай сюда, чувствуешь себя под заботливой опекой всех тех, кто организует фестивали, наши встречи, конференции. Прошло то время, когда в молодости я воспринимала место, я воспринимаю прежде всего людей и дух. Да, сейчас много новых зданий, но кто может заменить эту красную площадь, я не знаю. И ссорвали черную шапку С моей буйной головы Кульминацией фестиваля «Русская песня» 2010 стал заключительный гала-концерт в колонном зале Дома Союза. Мы говорим о фестивалях «Русская песня». И вы знаете, с большим чувством, а в некотором смысле и с приятным изумлением мы видим, как русская песня сохранилась во многом даже в большем объеме и в большем потенциале, чем у нас, ну, по крайней мере, в исполнении, там, за рубежом. И когда этот фестиваль проходит, наслаждаешься, изумляешься и восхищаешься всем тем, что поют наши сограждане из далеких-далеких стран мира. Пролегала вата дорожка, Пролегала вата широка По чистому полю, По чистому полю, Как по этой было по дорожке, Как по этой было по широкой, Стоял и белый шатер, Мы попали на этот фестиваль просто в какую-то сказку, мы считаем. Мы здесь побывали, посмотрели много достопримечательностей, пообщались со всем миром, просто пообщались с любителями русской песни. В общем, это мы побывали в каком-то, в таком вот, ну, в раю, можно сказать. Зрители и специалисты сумели по достоинству оценить высокий уровень исполнительского искусства участников фестиваля. Мы не профессионалы, но наша любовь к песне, наше стремление донести русскую музыкальную культуру не только для русской комьюнити в Канаде, но и для местного населения, для англоязычного населения заставляет нас стремиться к тому, чтобы стать профессионалами. Подумайте, какие богатые мы, русские люди. Мы богатые таланты громадного количества людей по всему миру. Они к нам приезжают, они нас просто восхищают. И я только могу поклониться перед нашими статистиками, живущими за рубежом, потому что, несмотря на эту разлуку со страной, с Родиной, это все продолжается. Продолжают петь, продолжают нас радовать, продолжают создавать хоры, оркестры, танцевальные группы. Это фантастично! По мнению участников фестиваля и многочисленных зрителей, нынешний музыкальный смотр стал важным событием в жизни соотечественников зарубежья, настроил их на дальнейшее сплочение русского мира. Песня «Большие города» Тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет.